Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программы «Семь минут». Сегодня у нас в студии известный российский актер и режиссер Сергей Виноградов. Здравствуйте! Добрый, добрый день! Для начала хотелось бы поздравить вас с прошедшим праздником, Международным днем театра, который прошел 27 марта. Для вас этот день что-то лично значит? Во-первых, это день рождения моего родного отца. И в этом смысле этот день очень многое для меня значит, как вы понимаете. Второй день театра – это то, что… То дело, с которым я связан уже больше 20 лет, это мой любимый вид искусства, несмотря на то, что я занимаюсь сейчас основным киносъемочным процессом. Но в театр я возвращаюсь каждый раз со сладостью, с упоением, поскольку театр – это самое универсальное, самое живое, самое замечательное из искусств. А по вашему мнению, этот праздник, он как бы больше для работников театра или для зрителя? Это тот случай, когда его могут праздновать и по ту, и по другую сторону рампы, так скажем. И случайно Международный день театра празднует во всем мире именно 27 марта. В отличие, кстати, от Международного мужского дня, о котором многие даже не знают, или какого-нибудь там дня железнодорожника, который пьют только железнодорожники. В этом смысле, в этот день могут праздновать абсолютно все, поскольку все люди в свой черед, в свой час были или бывают, или будут в театре. А вы каким-то образом отмечаете это событие? Может быть, собираете капустники или в кругу семьи встречались? К сожалению, на боевом посту уже долгие годы, ну, к счастью. Сейчас в Рязанском театре драмы вы ставите новый спектакль «Моя любимая обезьянка». Расскажите, пожалуйста, немного о нем. Это первая постановка на большой сцене в нашей стране, в одной из самых известных английских пьес 20 века. Ник Дарк – это вообще классик современной английской драматургии. И в Лондоне даже существует фэн-клуб именно этой пьесы. Было немыслимое, конечно, постановок по всему миру. У нас почему-то я первопроходец, хотя пьеса замечательная. Пьеса, которая соединяет гомерический хохот со слезами в конце. То есть для меня такая рода, такого рода драматургия, она самая высокая, когда есть диапазон от комедии до трагедии. Хотя мы будем играть, бог даст, в одном действии, час сорок пять. И для меня это очень дорого, что в Рязани мне пошли навстречу, поскольку в других городах, даже в Москве, в очень известных театрах, на меня кивали, прочтя пьесу. Но я получал вежливый отказ, поскольку, ну, очень смело, вот, ну, вот, там такие слова, там такие ситуации щекотливые. В Рязани пошли навстречу и заинтересовались этой пьесой. Единственное, что мы пишем лицам до 18 лет, вход категорически запрещен. Я не буду открывать, почему это. Не потому, что требуется какая-то уже информированность человека в половых вопросах, так скажем. А просто нужен определенный жизненный опыт. И довольно устойчивая психика, чтобы все вынести. То есть, таким образом, вы юного зрителя стараетесь оградить, защитить от чего-то, просто психологически. Именно так. А кому уже исполнилось 18 лет, бегите, срочно покупайте билеты. А почему вы вообще решили выбрать такой необычный материал, вот именно? Я этой пьесой болею, на самом деле, уже 11 лет. И все эти 11 лет я мечтал о постановке, причем предлагал это в разных местах. Еще раз говорю, Рязань оказалась самым смелым городом в этом смысле. Ваш спектакль всегда наполнен какими-то необычными пластическими решениями, оригинальной музыкой. Удивите зрителей в этот раз чем-то подобным? Надеюсь, что удивлю, хотя пластики будет гораздо меньше, чем обычно. Я уже четвертый спектакль на рязанской сцене выпускаю. Обычно очень много пластики, поэтому в спектакле пластики меньше. Но там есть один фокус. Какой, не скажу. Покупайте билеты. Четвертый спектакль уже ставите в Рязанском театре драмы, как вы сказали. Не устали от Рязани пока еще? Влюбляюсь все больше и больше. Иконка Любови Рязанской стоит практически на моем столе. Скажите, а чем отличаются постановки в провинциальном театре от столичных постановок? Как подбираются, по какому принципу материал? Подбираются, по мне непонятному принципу, подбираются абсолютно субъективно. И в Москве, и в провинции подбираются то, на что пойдет зритель. Руководство театра каким-то очень мистическим образом возлагает на себя такое вселенское знание, что нужно публике. И на 80% ошибается, поскольку публике нужно как раз не то. И в этом смысле и в Москве, и в провинции существует большая проблема. Поскольку мы живем в 21 веке уже давно, мы живем в век интернета, когда, придя домой, можно в режиме онлайн смотреть главные театральные премьеры мира, лучших режиссеров, можно смотреть, не выходя из собственной квартиры. И в то же время мы так закостенело подходим к формированию репертуара, обольщаясь тем, что мы знаем, что человеку нужно. Человек в Рязани живет абсолютно так же, как в Москве. В плане информации так точно. Но в Рязани есть одна прелестная для меня черта. В нем меньше торопится. Что касается моей работы, то я очень люблю рязанских артистов, потому что они приходят на первую репетицию уже с выученным текстом. В большинстве своем. Я в Москве об этом не могу даже мечтать. Рязанские артисты не торопятся на съемки сериалов. Не отпрашиваются на озвучку. Не сидят на репетиции, поглядывая на часы через каждые две минуты. Они подходят гораздо серьезнее к процессу, чем московские артисты. Вы ведь не только режиссер, хотя режиссурой вы сейчас занимаетесь достаточно много, но еще и актер. Так, в прошлом сезоне у нас в Рязани вы в чеховском «Дяди Ване», собственно, «Дядю Ваню» играли. А сейчас как обстоят дела с вашей актерской карьерой? Ну, вот я в прошлом сезоне сыграл даже две роли в Театре Моссовета, в котором я служу. Уже 13 лет служу, даже больше. Я сыграл в спектакле «Циники» по книжке Марии Ингуфа. Был когда-то известный фильм Дима Месхева с таким же названием, где главную роль играла Ингеборга Дубкунайта. Тут играет Женя Крюкова главную роль, Дима Щербина. И вот я с огромным удовольствием это сделал. И буквально два месяца назад вышел на большой сцене у Театра Моссовета в роли Мармеладова в «Преступление и наказание». Спектакль очень современный, называется иначе «Р.Р.Р. Родион Романович Раскольников». С дивным составом, на самом деле, Витя Сухороков, Саша Яцко, Леша Трофимов в главной роли. Одно удовольствие, то есть я про московскую сцену как-то так не спешу забыть. Когда нам ждать премьеры? 5 и 6 апреля на сцене рязанской драмы состоится премьера моего спектакля под названием «Моя любимая обезьянка». Приходите, буду ждать. Спасибо большое за интересное интервью. Это были 7 минут телекомпании «Город». Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова